Соблюдение стандартов и рецептуры – главное правило журналистской экспертизы. Причем в редакции «Комсомолки» к самому исследованию подошли щепетильно. Во-первых, это всегда скрытая анонимная покупка. Во-вторых, каждый образец сначала обезличивает, снимает обертку, а затем распределяет по пустым контейнерам. А потом уже на экспертизу. В избежание досужих разговоров о предвзятости и ангажированности. Единственное условие – приоритет за местными производителями. Их продукции в линейке представлено больше. А дальше журналисты всецело полагаются на науку. Мы проводим экспертизу, например, по молоку на жирно-кислотный состав. То есть, это означает, что мы ищем там не какие-то бактерии или плесень или еще что-то. В общем, не те компоненты, которые могут быть привнесены в ходе хранения, транспортировки или реализации. Чтобы никто никогда не сказал – а, это мы-то пропускали хорошие, это вот они там испортили. Нет, мы, все наши экспертизы касаются именно исходного состава. Вот что именно вы туда положили. Это лучшее сливочное масло – 72,5%. Спасибо вам огромное. Старожиловский молочный комбинат на конкурсе полностью оправдывает свое название. В экспертизе комсомолки его продукции участвуют все пять лет. Всегда в лидерах и ни разу не дали усомниться в высоком качестве продукции. Вот и на этот раз Старожиловский молочный завод – победитель сразу в двух номинациях. Здесь производят лучший творог и лучшую сметану. Секрет успеха прост. По словам главного инженера Надежды Поликановой, надо просто быть честными с покупателями. В первую очередь зависит от качества сырья поступаемого. И огромное спасибо нашим поставщикам. Они заинтересованы именно в таком хорошем сырье, всем требованиям, отвечающим высшего сорта молока. Сегодня на сметане Старожиловского завода узнаваемое сердечко логотипа. Но, возможно, скоро к этому стикеру добавят еще один. Экспертную оценку продукции журналисты-комсомолки твердо намерены превратить в собственный знак качества и размещать его прямо на упаковках.